Добрый вечер, в эфире Вести Крачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Верен России, верен себе. На площади имени Героя России Канамата Баташева Крачаевска прошел митинг-концерт в поддержку президента российской армии. Подготовка к предстоящим выборам. Общественная палата провела выездное завещание, в ходе которого обсудили некоторые вопросы избирательной кампании. Крепость, которая уже почти два столетия, в рубрике «Наше наследие» – репортаж вестей об истории возведения сторожевой башни в Красногорске. В своей работе они используют различные материалы и техники. В Черкесске состоялась защита дипломных отделения декоративно-прикладного искусства. «За мир без нацизма». Сегодня в Карачаевске под таким названием на главной площади имени Героя России Канамата Баташева прошло патриотическое мероприятие, в котором приняли участие представители мэрии, совета ветеранов, работники образовательных организаций и жителей города. В акции патриотизма участвовал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Наша страна всегда была верна своим ценностям и не раз боролась с нацизмом. На патриотическом мероприятии собравшиеся отмечали важность проведения специальной военной операции и что народ страны вместе со своим руководителем государства, своих солдатов. Председатель Совета ветеранов Карачаевска Ракай Алиев отметил, что сегодня каждый из нас обязан поддержать наших военнослужащих в борьбе с нацистами. Вся ответственность на кровопролитие, на совести правящего на Украине режима. На основу политики России, вы все знаете, это свобода. Свободный выбор всех и самостоятельное определение судьбы, своей судьбы, своих детей. Российские солдаты и офицеры мужественно выполняли свой долг в спецоперации в Донбассе, на Украине. И все ветераны, и мы все ветераны войны и труда, пенсионеры, поддерживаем президента Российской Федерации. Наши деды и прадеды не для того сражались с нацизмом, чтобы сегодня отступить. И поэтому мы должны поддержать наших солдат, участвующих в спецоперации на Украине, отмечают представители образовательных организаций. Главная цель спецоперации на Донбассе – это защита наших людей, наших братьев. И, естественно, дать отпор нацизму и поднимающих голову фашизму. Наш президент Владимир Владимирович Путин принял единственное верное решение по защите наших интересов и стал гарантом нашей свободы и безопасности. Весь коллектив нашего вуза всегда был вместе со своей страной и своим президентом, отмечают сотрудники Качагу имени Умара Алиева. В соответствии с указом главы государства Владимиром Путиным, Карачево-Черкесский государственный университет выделил квоту для детей военнослужащих, которые смогут поступить без экзаменов. Мы несколько раз организовывали сбор помощи нашим соотечественникам, которые находятся на Донбассе. А также сегодня выделены специальные места, квоты для поступлений на бюджетные места, вне конкурса для семей, детей, тех, кто сражается. Сейчас на территории Украины Донецкая и Луганская республика. А также детям, жителям Донецкой и Луганской республики, которые захотят приехать к нам. Сердцами своими мы вместе с нашими воинами Отечества. И всегда Россия отстаивала свое право жить народом по своим традициям и обычаям, подчеркивали выступающие. С первых дней мы это говорили и будем говорить. Мы вместе с Россией, вместе с Путиным, мы своих не бросаем. Помимо выступлений участников мероприятия, артисты отдела культуры Карачаевска исполняли патриотические песни. Города, улицы и мостовые, поселки, деревни, озера, леса, синие небо и горы большие. Это родная наша страна. Это наша, наша Россия. Это наша, наша страна. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В ауле Эльбурган составился выездной мониторинг общественной палаты Карачаева-Черкесии. На встрече обсудили предстоящую избирательную кампанию. Рассмотрели важность и эффективность общественного наблюдения при голосовании. Альбина Ламкова продолжит тему. Деятельность общественных советов по выборам стартовала уже в предшествующем году, где определили важную степень проводимой работы, определяя ее план, составив дорожную карту. На встрече в Эльбургане председатель общественной палаты Карачаева-Черкесии Елена Ляшова рассказала о важной роли общественных наблюдателей, о потенциале гражданского общества и о необходимости проведения прозрачных выборов. Всего на заседании было рассмотрено три вопроса. Вначале определили эффективность проводимой работы по взаимодействию руководства муниципалитета с общественным советом и депутатским корпусом. Вообще деятельность общественных организаций, общественник, она круглосуточна. У нас нет понятия выходных, нет понятия отпусков. Мы альтруисты, мы люди, которые работают для гражданского общества, для наших граждан. Поэтому сегодня увидели, что общественный контроль общественным советом в Базинском районе осуществляется. Но мы считаем, что они выбрали оптимальную численность общественного совета. Нам, конечно, приятно бы видеть такого руководителя общественного совета, замечательную, активную женщину с высокой гражданской позицией. На данном этапе в районе принимают заявление от его жителей в участии на предстоящих выборах в качестве общественного наблюдателя. До какого числа вы принимаете заявление? До 10 июля мы будем принимать заявление. И затем список будет представлен в общественную палату Корочево-Черкесии. Исходя из тех выборов, я могу сказать, что общественные наблюдатели отработали на высшем уровне. На территории Базинского района будет работать 7 участков. Избирателей зарегистрировано 10 579 человек. На сегодняшний день объявлено о трех выборных кампаниях. Четыре партии уже и свестили избирательную комиссию района о выдвижении своих кандидатов. Выборы депутатов Совета Базинского муниципального района 4-го созыва, выборы Совета Карапахского сельского поселения 4-го созыва. И объявлены были дополнительные выборы в Альбургане по одномандатному избирательному. Округу номер 10. В связи с досрочным сложением полномочий одного из депутатов. В целом в единый день голосования 11 сентября в республике будет работать 43 избирательные кампании. Альбина Ламкова, Расул Бердиев и Вести Карачаева-Черкесия, Абадинский район. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии в отдельных районах кратковременная дождь и гроза, в горах местами сильный град, ветер восточный 5-10, днем порывы до 11-14, температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 23-28 градусов тепла и местами до плюс 18. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14, температура ночью 13-15, а днем 26-28 градусов тепла. Окна в рассрочку! Оконный комбинат! 8-938-333-92-00 Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в СКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. Хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Продолжаем выпуск. Сегодня в рубрике «Наше наследие» мы расскажем вам об истории возведения сторожевой башни, расположенной в пределах станицы Красногорской. Крепость которой уже почти два столетия одна из немногих сохранившихся укрепленных сооружений, построенных вдоль Кавказской линии. На ее территории побывала шерифат Лепшокова. Красногорская сторожевая башня, расположенная у федеральной трассы Черкеск-Домбай, была построена первой половине XIX века. Сторожевой пост времен Кавказской войны был хорошо укреплен. Здесь располагались оружейные склады и хранилища для продуктов. По одной из версий, башня была построена в период с 1832 по 1837 год. По другой – чуть позже, в 1960-х. Место было выбрано не случайно, именно здесь, на возвышении, на правом берегу Кубани, рядом с военно-сукумской дорогой. Башня являлась осторожевым постом верхненекольского укрепления Азово-Моздокской линии. Крепости сегодня хранит в себе тайны. Одна из них – вероятное участие в ее строительстве, служившем в те годы в отдельном кавказском корпусе декабристе Константине Игольстроме. Башня имела овальную форму, размером 10 на 13 метров. Стены традиционно были толстые, сложенные из местного камня на известковом растворе. Территорию окружал высокий забор, достигавший 4 метров. Он, как и само сооружение, имел бойницы. Площадь двора была немалой – около гектара. Место предназначалось для хранения оружия и продуктов. Жилые дома и хозяйственные постройки располагались за пределами крепости. Предполагается, что от них башни были проложены потайные подземные ходы. Многое из того, что было, удалось воспроизвести в ходе реконструкции, проделанной 15 лет назад. Большая часть письменных источников не сохранилась, и реставраторы действовали по наитию. На сегодняшний день башня является филиалом Республиканского музея-заповедника, который в скором времени планирует открыть здесь экспозицию. Башня Азова-Моздокской линии, в основном эти башни, укрепления, вокруг которых строились станицы, они в основном преимущественно в Ставропольском крае находятся. Десять башен, которые недавно тоже нам озвучили наши коллеги-историки. И одна из них – это Красногорская у нас на территории Карачаева, Черкесии. И еще есть башня в Каменном мосте. И в этом году мы в ближайший месяц-два планируем открыть экспозицию постоянную. Какой именно будет экспозиция, этот вопрос еще прорабатывается. Возможно, будут использованы современные технологии с минимальным использованием конкретных предметов, говорит директор музея-заповедника. В рамках празднования столетия республики выставку откроют не только внутри башни, в которой были проведены большие работы по реконструкции, но и снаружи. Планируется благоустроить территорию, расположив предметы казачьего и горского быта. Двор предполагается использовать и как площадку для ярмарок, где будут представлены кухни и промыслы всех народов Карачаева-Черкесии. Появится и небольшой амфитеатр для концертов, чтобы проводить кавказские вечера для жителей и гостей республики. Ожидается, что это место станет своего рода центром этнической культуры для демонстрации традиций народов республики. Шрифат Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Жигутинский район. В картинной галерее Черкескос осталась защита дипломных работ выпускников колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Подробности Хуали Баташева. Больше всего мне всегда нравилась живопись и архитектура. Я хотел совместить и изобразить архитектуру нашего края. Источником вдохновения для выпускника Николая Даневича послужил северный храм Аландского городища, расположенный в Архизе. Причудливая архитектура древнего сооружения живописно изображена в стиле импрессионизма. Дипломная работа получает высокую оценку членов жюри. Для украшения традиционного наряда горянки Диана Меремкулова использовала технику золотого шитья. Золотого шитья это одно из самых эффектных и изящных примесел северного кавказа. Здесь я использовала традиционный кавказский орнамент с элементами вышивки голубонов. Защита дипломных каждого выпускника включала подробный рассказ о том, как создавалась работа, какие материалы и техники были использованы. У нас очередной праздник сегодня. Я считаю, когда идет защита выпускных работ отделений декоративно-проходного искусства, это что-то новое, что-то интересное, что-то всегда они находят чем-то удивить. И, скорее всего, они всегда в поиске, они всегда что-то новое создают. Заслуженный работник культуры Эмма Лапугова руководит кафедрой отделения ДПИ народных промыслов в Колледже культуры и искусств имени Аслана Даурова на протяжении 30 лет. Лучшие работы выпускников разных лет представлены на выставке, посвященной столетию республики. Выпускается 15 мастеров в этом году. Это большая группа. Все работы, ни одна не дублирует другую, все работы в разных направлениях по именно промыслам Карачаева-Черкесии. По возрожденным нами промыслам это и плетение оциновок, это золотое шитье, это валяние войлока, это вышивка. И так 12 специализаций. Второго такого учебного заведения нет в нашей стране, чтобы за 4 года столько специализаций. Идея была в том, что республике нужны мастера широкого профиля, а не узкого профиля, потому что республика не так велика. Работы очень интересные, посвящены 30-летию нашего отделения и 100-летию нашей республики. Юбилейный такой выпуск. Через все работы тема орнамента проходит, потому что все базируется на национальном орнаменте. Каждому своему выпускнику Эмма Лапугова желает быть целеустремленным. Для художника это необходимо, утверждает она. Али Баташев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести, а прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова